Инструмент виолончель, как вы знаете, принадлежит к семейству скрипичных инструментов. Он сформировался одновременно со скрипкой и сальтом. Формирование произошло давно уже, где-то уже к концу XVIII века. Начало XVIII века инструмент уже общим был в том же виде, в котором мы его видим, с небольшими, с незначительными дальше впоследствии изменениями, связанными с формой подставки и связанными с... Подставка — это струнодержатель, как по-другому можно сказать. И связанные с появлением в XX веке металлических струн, обмотки и более сильного натяжения на инструмент, поэтому стала подставка выше, и инструменты стали звучать сильнее. Инструмент виолончель считается самым близким по диапазону, как бы ко всем его в особенности в том, что он охватывает весь диапазон человеческого голоса от басового голоса до каваратурного сопрано, потому что, значит, если как бы по диапазону смотреть, то диапазон от до большой октавы до... Ну, стандартно где-то до ми точно как бы третьей октавы. Ну, в принципе, как бы сказать, в сольной виртуозной литературе употребляются звуки и выше, ну, так сказать, там даже вот до четвёртой октавы употребляет Владимир Григорьевич Тернопольский в своих произведениях. Иногда это, так сказать, уже достаточно сложно найти, но это где-то здесь ещё звуки как бы могут издаваться, да? Инструмент настраивается по квинтам, это, как бы сказать, типичный для струнных инструментов, кроме, как бы, кроме контрабаса, да? Ля. Ля малая октава, дальше Ре, Соль и Ду. Звук, естественно, как на всех струнных инструментах, извлекается двумя способами, то есть щипком пиццикатом и смычком, да? То есть арком. Исходя из этого, все наши как бы приёмы игры и штрихи, в общем, их можно поделить на то, что мы делаем, скажем так, левой рукой и то, что мы делаем правой рукой. Это наше технологическое деление, по которому очень часто, как бы, мы делим, когда мы пишем какие-то там методические пособия. Оно для нас удобнее, как для исполнителей, хотя, наверное, как для музыкантов правильнее было бы разделить все приёмы, особенно те, которые появились в 20 веке. До этого, в общем, это не существовало, такого разнообразия. Все приёмы было бы правильно разделить на приёмы, которые имеют звуковысотность и которые не имеют звуковысотности. Это было бы правильно. Но когда мы начинаем, как бы, объяснять друг другу, всё-таки мы очень связаны с тем, что на струнных инструментах левая рука и правая рука занимаются совершенно разными действиями. Поэтому, как правило, мы их начинаем делить внутри на приёмы, которые мы издаём левой и, как бы сказать, правой рукой делаем. Всё-таки я пойду, попробую, попытаюсь, как бы сказать, сейчас пойти по пути, как бы сказать, из того, что мы делаем звук, каким способом мы издаём звук. Что появилось, скажем так, нового в 20 веке по сравнению с традиционными способами звукоизвлечения. Вот мы берём приём пицциката. Если мы возьмём приём пицциката, существовало несколько способов взятия пицциката всегда. Значит, они, как бы, это пицциката, как бы, правой рукой нормальная. Вот мы берём пустую струбу, и она достаточно долго у нас отзвучивает, потому что у неё сильная реверберация. По закону физики, пока мы её не заглушим, она будет отзвучивать. Если мы берём нотку прижатую, у неё будет немножко меньше реверберация, да? Но всё-таки нота будет достаточно долго звучать. Это будет такая нормальная, стандартная, как бы, пицциката. Наряду с этим иногда в музыке всегда требовалось более сухое звучание, и существовала пицциката с эко, при котором мы должны быстренько заглушить эту струну. В основном мы это делаем, когда нужно, например, сыграть много повторяющихся звуков. Вот, например, когда Абсаныч Шостаковичи. Да, вот надо быстренько, чтобы нотки вот эти прозвучали. Если я не буду глушить, то все ноты сольются, да? Вот для того, чтобы получилось с эко двумя способами. Во-первых, более жёсткий палец берётся, знаете, более короткий звук. И потом, как бы, струна немножко приотпускается, очень быстро приотпускается палец от струны, потому что если я оставлю прижатую ноту, вот он будет очень длинный, долгий отзыв. Если я немножко её приотпущу, то звук становится сухой, да? Мы как бы глушим эту пицциката. То есть происходит такой низкообратный эффект. Если мне надо, чтобы не звучало физически, я делаю разные действия. Если мне надо, чтобы не звучала пустая струна, быстро заглушить, я её накрываю рукой, да? То есть основная её реверберация. Если мне нужно, чтобы быстро прекратила звучать на пицциката, то есть стала короче нота, которую я прижимаю пальцем, то я, наоборот, должна отпустить струну. Так, на полуприжатую. Сейчас не очень отзвучивающую ноту. Вот, получается, сэко. Существовало тоже всегда... Ну, это, собственно говоря, такие приёмы, которые не новые, в общем, для XX века. Это просто способы извещения пицциката, я показываю вам, да? Существовали всегда тоже, и в основном использовались в виртуозной литературе сольные приёмы игры пицциката левой рукой. Но вот если, как бы, вы все слышали, наверное, музыку Пуганин на скрипте, ну, на литературе тоже там были, так сказать, подобные виртуозы, типа, там, Альфредо Пиати, там, не знаю, Серве, бельгийский вилончелист. Вот они употребляют очень часто такие вот вещи, как пицциката левой рукой. Да, или... Вот такие последние какие-то ноты. Такие вот вещи, пицциката левой рукой. Но это в основном употребляется вот как бы в виртуозной такой сольной литературе, и в основном, конечно, употребляется композиторами, которые сами являются исполнительными, потому что они, как бы, хорошо знают возможности инструмента и понимают, где это возможно употребить, а где нет, потому что это связано с тем, что ты должен один палец поставить и на отзвуке от первого пицциката снять второй палец. То есть, например, у меня здесь попадает переход, видите, ничего не происходит. Тогда мне нужно... Вот это называется пицциката левой рукой. Она всегда обозначалась таким крестиком, как плюсик над ноткой. У него существует еще другой способ употребления, когда, например, мы тянем какой-нибудь аккорд и употребляем эту пицциката. в качестве аккомпанирующего голоса, да? Например, да? Тоже это в основном употребляется, как бы сказать, в сольной литературе. И что еще бывает? Какие еще разновидности способа взятия традиционного, как бы сказать, пицциката существовали? Конечно, это когда мы играем какие-то двойные ноты или особенно аккорды пицциката. Вот если мы играем аккорд пицциката, мы его можем взять вместе, как вместе, да? Все четыре ноты будем стараться взять вместе. Конечно, мы редко употребляем четыре пальца для этого, но мы стараемся как бы одним пальцем зацепить две стороны одновременно. Либо пицциката арпеджиата, да? Ну, это как на рояле все, просто, да? Бывает снизу вверх, бывает снизу вниз. Да? Вот это такие как бы традиционные способы звукоизвлечения пицциката, которые, как бы сказать, существовали до этого. Значит, что нам вообще привнес 20 век вот в способ звукоизвлечения пицциката? Ну, во-первых, при поиске, как бы сказать, разнообразных тембров и всяких звуководорожательных элементов старались искать разные краски пицциката. Вот появилась, например, такая краска на пицциката достаточно часто употребляется, как пицциката сульпантичела. Когда ты берешь правой рукой, берешь пицциката где-то очень близко к подставке. Получается такой немножко противный звук, потому что срезается вся нижняя обертона, и плюс к этому оно тоже становится более сухое, поэтому очень часто мы совмещаем этот прием и используем его, когда, так сказать, написано именно пицциката секко, потому что звук более такой короткий, он, видите, быстро просто очень затухает. Точно так же, как и пицциката сультаста. Потому что когда надо что-то мягче взять, но это как раз было более употребимо, потому что всегда, когда ищешь звук более мягкого пицциката, можно двигаться сюда на гриф где-то, получается сультаста. Ну вот пицциката сульпантичелла – это, так сказать, вообще приобретение 20 века. Такой прием игры, как пицциката а-ля бартик, появившийся в качестве имитации удара. Фрусты, да, это пицциката с ударом об гриф. Достаточно громкий и резкий прием, который особенно громкий и резкий на виолончели, на контрабасе, не очень громкий и резкий на скрипке. Дело в том, что это связано, во-первых, с размером струны и с тем, насколько ты ее можешь оттянуть. И во-вторых, с тем, что на скрипке, в общем, так сделать невозможно. На виолончели на контрабасе мы берем двумя пальцами. В этом случае, если мы обычно пиццикатом играем сбоку струны, да, или с внутреннего, с внешнего, то когда мы играем пиццикат а-ля бар, так мы оттягиваем струну вертикально двумя пальцами. И она как бы вот речь не ударяется. Из таких еще, как бы сказать, интересных сочетаний, которые мы можем играть пицциката, это, конечно, пицциката ногтем, которая тоже появилась как бы в середине XX века. Она дает такой эффект, немножко промежуточный между нормальным пиццикатом и пицциката-плектором. Вот я карточку, к сожалению, забыла. Может быть, еще вот такой пицциката. Вот такой тоже прием. Для него на самом деле нет названия, но вот мы иногда его употребляем. Нет названия, это тоже ногтем, но с другой стороны, вот когда подцепляется струна. Вот если для пицциката ногтем уже существует устраившееся обозначение, такое как бы ротик пола, либо вниз пишется, либо наверх такой рисуется. Вот, то для вот такого варианта нет, но мы иногда употребляем. Вот он звучит, даже иногда лучше звучит, чем ногтем. Это когда ты ногтем подцепляешь в другую сторону струну. Вот, конечно, еще существует, так сказать, пицциката с плектором. Вот я, к сожалению, сейчас посмотрю. Я думаю, что здесь взяла набор. Сейчас смотрю, чем он может заменить. Плектор тоже бывает разный, деревянный, полезный и так далее. Вот, с крепкой так не работает. Получится такой гитарный приемный, если у него этот плектор нормально. Пицциката также сочетается, естественно, с приемом игры за подставкой, и это издает треский звук в зависимости от струны. На ля и на р струне на виолончании это звучит более звонко, на до и на соль, в виде полиграфа. Но это такой уже, как бы сказать, прием неопределенной звуковой сутности, потому что никогда невозможно предположить, какие здесь будут звучать ноты. Теоретически они какие-то звучат, но практически это зависит от, на каждом инструменте индивидуально, от расстояния между подгрифником и подставкой, от того, какой фирмы у тебя струна, просто конкретно вообще, какая обмотка, поэтому все звуки, которые здесь, теоретически можно там тоже что-то прижать даже, будет какая-то игра, но это невозможно предположить, какие-то ноты будут каждый раз на каком-то конкретном инструменте свои. Из интересных приемов пицциката есть еще пицциката так называемого флюиды, который Лохенман называет пиццикат флюиды. Сейчас я попробую это изобразить. Он не всегда хорошо берется. Сейчас, секундочку. Вот когда пиццикатый, такой глисандо винтом делается. Вот сейчас плохо слышно здесь, наверное. Тихий прием. Интересный прием. Тихий, требующий подготовки надо. Видите, можно винтом глисандировать. Вот еще бывают пиццикаты, когда просят подставить, подставить вот ноготь для того, чтобы он отзвучил. Такой звук был призвук. Для такого пицциката флюида существуют какие-то разные обозначения. Такое устоявшееся не существует, так же, как и для подставления ногтя. Обычно это как-то описывается в аннотациях. Вот это то, что касается, как бы сказать, способов звукоизвлечения пицциката. Еще один, пожалуй, прием сочетания пицциката, который я не рассказала еще, может быть, когда пицциката сочетается с полуприжатыми нотами. То есть, когда получается такой сек полузвук. Вот когда мы нормально нажимаем, вот видите, как у нас получается, нормально прижать до ноты. Вот если я полуприжатие делаю, получается такой приглушенный звук. Тоже вроде звуковысотность прослушивается, но не так четко. А теперь вот перейду к следующему способу звукоизвлечения на иностранных инструментах. Это способ звукоизвлечения с мочком. Называется арка. В традиционной музыке 19 века и там 15-го, и раньше 18-го всех интересовала как бы красота, полнота и ровность звучания. Поэтому очень важно для всех исполнителей было сохранять игровую точку струны, так называемую. То есть то место, на которое у тебя, как бы сказать, между подставкой и грифом, в котором у тебя звучит наиболее полный звук, который наполнен всеми агротонами, аминейшими и высокими. Тогда получается ровное, нечистое, и ясно. Если ты начинаешь двигаться в сторону от вот этой средней игровой части, которую мы называем ординарией, то есть обычной игрой, если ты начинаешь двигаться в сторону грифа, то есть к игре с ультас, то у тебя перестают звучать верхние абертоны от ноты, и звучание становится, соответственно, лучше и глушеннее, мягче, и как будто немножко засурдинино. И то же самое происходит наоборот, если ты идёшь к подставке, отрезаются нижние абертоны от ноты, остаются только верхними, такие признаки, да, какие-то тяжелые. Не то чтобы, как бы сказать, это не использовалось в музыке до 20 века, это тоже использовалось, но тоже локально, как какие-то краски, и в основном для того, чтобы как-то на таз-то смягчить звук и на пантечелло показать какую-то, так сказать, такую немножко странную окраску звучания. Что появилось, как бы сказать, ну, поскольку композиторов второй половины 20 века стало очень интересовать сама составляющая звука внутри и весь его абертональный набор, то мы получаем больше интерес, как бы, не только вот к ноте, как таковая, а к тому, из чего она состоит, и к смене этих красок тоже. Поэтому вот появляется, во-первых, появляется очень четкая совершенно градация, например, вот мы играем ординарио, и дальше появляется очень четкая градация между пукас и пантечелло, то есть когда я немного с двеноса подставки, я немного с двеноса, ведь она у нас звучит не так навесная, и потом я сдвинусь еще, вот я еще сдвинулась еще, да, тоже немножко. Вот теперь я сдвинулась просто, с окно и течем, да, вообще только верхняя бертона звучит. И я сдвинулась совсем глубоко, сейчас переехала, извините, вообще почти ничего не слышно, да, такие шумы остаются с легким призвуком. Вот, поэтому, как бы сказать, вот появляется, это все становится важным для композиторов, эти мелочи и изменения в звуке, да, и поэтому появляется четкое совершенно обозначение. Три варианта игры с пантечелло и то же самое с таста. Поко с пантечелло, когда ты немножко сдвигаешься, да, и только чуть-чуть появляется верхняя бертона от ноты, и как бы звук отечелло нормальное, и альта, когда уже реального звука нижнего тоже не слышится, чтобы вот как бы верхняя почти есть обертона совсем. И то же самое с ультаста, тоже бука, потом нормальное с ультаста, и уже альта, когда звук совсем не искажается, только остаются нижние мягкие какие-то тона. Тоже вот такое очень большое приобретение, которое для исполнителей часто вообще вызывает сложности, потому что исполнители на струнных инструментах с детства учат сохранять параллельность движения смычка подставки и сохранять точку струны для того, чтобы был плотный и полный звук. Это для, как бы сказать, особенно для маленьких детей занимает несколько лет жизни. То, что происходит ко второй половине XX века, появляется и очень часто употребляется движением во время одного протяжённого звука движение смычка вот, допустим, вот положение ординарио, положение сульпантичелла, или сульпантичелла и обратно в протяжении одного звучания. или наоборот от ординарио птаста. Появляется такое мерзание в звуке, когда то низкие обертанно звучат, то высокие обертанно звучат. И как продолжение вот такого, как бы сказать, движения появляется ещё один приём такой кругового движения. когда ты идёшь по кругу, и это разнообразные тоже краски. Она таким кружочком обозначается с линейкой. Из штрихов, таких, которые получили какие-то тоже новые краски в музыке второй половины 20-го века, важный момент приобретать тремоло. Тремоло, то есть быстро повторяющая такая нота, вот она обычно, у нас как бы двух видов вообще было. Тремоло, как бы сказать, на инструменте бывает легатное такое, знаете, а вот стремоло такое, да, бывает, как бы сказать, отдельное, да, которое связано. Вот, во-первых, появляется очень большое такое распространение. Оно не то, что появляется, как бы большое распространение, получает очень мелкое тремоло около конца смычка, оно, это тоже не новый прием, но он такой вот, как бы такой нервозный и часто сопровождающийся соль перетечелла. Вот это мелкое тремоло, его обычно обозначают такой буквой Z, перечеркнутый. И появляется еще один вид тремоло, тоже которого не было для воровой руки. Это тремоло, ну, у нас такое есть производство, название для него щетка, как его правильно назвать, я не знаю, почему мы называем щеткой, потому что это тремоло вдоль струны, которое, в принципе, в общем, лишено звуковысотности, это не звуковысотный прием. Вот такой вот. Он вообще на самом деле не очень имеет четкое такое, как бы, обозначение. Ну, вот у Лахенмана он рисует такие, как бы, квадратики такие, либо продольные, либо такие вот, стремоло, тремолирующие. Что еще появляется вот в технике правой руки такое новое особенность обозначения. Появилось такое очень тоже, как бы, обозначение уже общепринятое. Это, когда нужно композитору получить резкую остановку смычка на струне. Вот, допустим, мы делаем какой-нибудь крещенный, какой-нибудь ночью, и надо, чтобы звук, как бы сказать, очень резко оборвался. Это, как бы, новый прием тоже, который, как-то, появился где-то в второй плане двадцатого века, и, как бы, он обычно обозначается такой нолик, который перечеркнули, как мишенька такая. Потому что, понятно, что, как бы, мы можем сделать резкое крещение и наставить звучать, да, эту ноту. Вот, но иногда это не нужно, значит, его просто проделаем, чтобы, чтобы, знаете, чтобы нота уперлась, как бы, в стенку такой фиг, как будто, знаете, звук прям вот упирается, и никуда не идет, как бы, дальше. Дальше, что еще может быть, значит, у нас в приемах игры правой рукой на струнных инструментах? Конечно, это прием игры коления, то есть коления, это древком смычка, да, вот у нас есть древка, которая делается, как правило, из фернанбука, вот это тоже, к сожалению, у меня сегодня фернанбуковая, хотя обычно я для этих приемов беру уже карбон, потому что смычок жалко. Игра коления, тоже это не совсем прием, который появился в 20 веке, он существовал и раньше, и в основном употреблялся в качестве каких-то каких-то вот таких ударных моментов, да, похож на такие какие-то костяшки, да, вот его, так сказать, очень любил Дмитрий Шестакович, очень употреблял много. Что появляется, значит, ну, в этой области, значит, во-первых, появляется такой прием игры, как колени тратта, то есть проводя, да, вот это у нас батут, вот когда мы ударяем, да, а это у нас тратта. Тоже когда, таки, немножко звук получается с абертонами, с призывами. вот бывает колени тратта еще в сочетании, как бы сказать, с волосом, когда пишут одну вторую тратта, одну вторую кримин, волосы. Тоже такие немножко потусторонние, нереальные, как бы, звучания появляются. Распространен достаточно, как бы, рикошет колени, да, когда мы бросаем смычок, просто. Это не управляемый, сколько он пропрыгает, столько он пропрыгает, да. Еще один прием, очень интересный, такого звукоизвлечения, сейчас попробую его изобразить, это когда играется рикошет, но он не совсем рикошет, он немножко управляется, как бы, в правой руке, тоже нет для него какого-то единого обозначения, иногда рисуют такую стрелочку и такие, значит, нолики, как бы, потому что этот рикошет связан с тем, что вот он идет вдоль струны, но это не совсем рикошет, это, так сказать, как правило, мы даже делаем, как батута, потому что рикошетом очень трудно сделать. Он тоже получается, конечно, но, видите, склевают снова. Но если рикошет, то только вот вниз, в сторону, от вниз вверх. Получается, что когда ты на нотке говоришь, но на зажатой нотке это уже получается, как правило, получается, лучше на открытой струне, да, и как бы звучит, звучат обертона от нотки. Как на жилетике такие. Такой очень важный раздел как бы в звукоизвлечении смычком это пережимы, разнообразные пережимы, которые как бы появились вместе со спектральной музыкой. Пережимы бывают так, вот если как бы, как мы их делим для исполнителей, мы делим их так на два, как бы сказать, способа. Один способ звукоизвлечения, он как бы, один способ, когда мы просто увеличиваем нажатие на струне, и мы пережимаем. Вот мы пережимаем ноту и при этом продолжаем вести смычок в традиционном для нас направлении, то есть перпендикулярной струне, да. Вот этот такой, такой вид как бы пережим, он может сохранять звуковысотность, он может не сохранять звуковысотность, но может... может давать... вот сейчас унтертонную нижнюю перпендикулярную. Да. Может не сохранять, я могу перенести. Вот. Второй способ, это когда мы ведем, как бы сказать, перпендикулярное струне. Второй способ, когда мы делаем это без звуковысотности, тогда мы ведем вдоль сторону. Там тоже какой-то небольшой, как бы, Александр может быть слышно, конечно, но в принципе оно не определяется уже в звуковысотности. Принципиально есть такое вот, как бы сказать, большое различие, если не нужна звуковысотность, да, для того, чтобы она звучала, чтобы звучала основная тонна, этого пережима, то лучше на тихие, в тихие моменты музыки лучше употреблять тот, который идет вдоль струны, потому что тот пережим, который идет поверед, тихо сделать практически невозможно. Может быть, что он хочет. В основном требуется на фор. Вот. На самом деле, они, как бы сказать, записываются абсолютно одинаково такими вот, как бы, ломаной линией, кремлевской стеной. Что еще интересного в этих пережимах, конечно, естественно, это все может существовать за подставкой тоже, в том числе. Что интересного еще в пережимах, вот в пережимах интересно, во-первых, что могут быть они тоже такие же прерывающиеся, знаете, срезка, это тоже вот очень любят употреблять за хинман, когда, значит, нота, вот сейчас, почему-то сегодня хочу играть, не звуковысотно. Когда смычок, он останавливается, потом движение продолжается. он таким имитирует, таким образом, там, храпы, что-то еще. Еще один интересный такой прием, достаточно тоже сложно бывает часто в звукоизвлечении, это когда, нету для него, честно говоря, названия, но вот когда ты сильно пережимаешь смычок и сдвигаешь его только на одно, как бы, на одно движение эти, останавливаешься. Вот такой. Черт. Еще из тоже моментов пережима, но уже не звуковысотного и не инострунных, тоже улахинного это употребляется, он просит поставить смычок на корпус и вот так вот катать. Получается таким вот. А я могу встать, не видно? Еще интересный тоже момент пережима тоже у того же самого улахинного он просит брать смычок двумя руками, иногда на приглушенных струнных, иногда нет. Удобнее получается на приглушенных, но приглушать их в этом случае на галанчеле нечем, когда на бороды, поэтому это делается так. И вот он просит, например, вот делать это допустим, целым смычком. Вот я делаю пережим целым смычком, вся трость свободна, но просто это делать половину смычка, это становится другой тембр звука, хотя я ничего не меняю. Вот я беру весь смычок, вот теперь я беру за половину, смотрите. он берет одну восьмую, там одну четверть. Еще делать очень интересную вещь, это не всегда получается, сейчас попробую. Он делает такую глиссандра правой рукой вот допустим, половины смычка до одной восьмой. Сейчас попробую изобразить, получается такой как митр глиссандра. не получается на этом смычке, сейчас попробую. Не слышно на этом смычке. Тут очень индивидуально, это надо подобрать смычок. На другом слышно было, сейчас на этом не слышно. Зависит от плотности трости, потому что если трость более плотная, вот это сейчас не очень удачный смычок для этого. если трость более плотная, немножечко слышно вот так же, как разница вы слышите, вот когда я переживаю сердце и пловюю. Вот движение от этого вот он слышен немножко, движение вот его слышно. Вот слышно, на вертикальном больше слышно. Сейчас попробую. Вот видите, смотрите. Вот получается такой глиссандр. Когда я веду правой рукой по смычку. такой интересный прием он использует. Помимо разнообразных пережимов, которые, естественно, там живут и подставка и везде, еще в другом, еще один момент такой, который я забыла сказать, поиски, тоже у Лухенмана, кстати говоря, употребляется, когда композитору нужно, чтобы звучали, допустим, какие-то двойные ноты или аккорды, но на крайних струнах. В результате, как бы, ввиду того, что наша подставка имеет покатую форму, мы не можем взять две крайние струны одновременно. Две средние можем. Как бы, крайнюю и одну среднюю еще тоже можем, да, две крайние никак. Вот придумали такой способ, как бы сказать, исполнения. Он тоже не происходит, конечно, ни на скрипке, ни на Альте, потому что он невозможен, потому что там просто невозможно, не хватает места для того, чтобы подставить смычок подсунуть под подставку. Я, наверное, сейчас встану, потому что, наверное, не всем видно. Ну вот, можно вот так вот делать. Вот. И, так сказать, уже достаточно давно, наверное, уже больше 30 лет назад такая голландская, мальчилийская франшуаза Уитти, она вообще экспериментировала с игрой двумя смычками. Вот когда у нее смычки были здесь, специальное устройство у нее было неопределённым образом у нее закреплены, были в руке, и один смычок играл сверху на двух в средних струнах и один смычок снизу. Вот, можно на самом деле найти записи в интернете про поведения, но такие в основном получились как бы специально для нее написанные, в основном получились, конечно, такие хоральные, четырехзвучные какие-то вещи, но достаточно интересно, как бы вот, как эксперимент игры на струнном инструменте, вряд ли употребима, как бы где-то кроме сувольной муске, но эксперимент такой интересный. Франсуаз Уитти Вот это то, что касается как бы таких техник правой руки, да? Что у нас такого еще появилось в левой руке? В левой руке, во-первых, из гитарных способов звукоизвлечения пришел тэппинг или по-другому, как у нас обычно пишут нотах сен-за-арка, то есть просто удар пальцев, да? Ну, про пицциката левой рукой я уже говорила, появился еще такой прием, как удар в ладони тоже по струнам, да? В разных местах тоже вот это употребляется, ну, бывает по-открытым, бывает по-прикрытым, такой, как ударный прием, да? Очень интересный тоже прием, тоже вот, лухинман, он употребляется, когда ты сначала прикрываешь струны, вот у тебя есть пустые струны, вот я ничего не делаю, я сначала прикрываю, потом я их резко отпускаю, такой своеобразный получается пицциката, но оно не совсем пицциката, а звучит так, как будто что-то случайно как бы задел, да? Надо, так сказать, положить, прикрыть струны, а потом быстро их открыть и также их заглушить быстро. такой вот способ звуковозвлечения, да? Полуприжатые ноты, которые я вам показывала на пицциката, они же существуют как бы в игре, в которой там, допустим, не знаю, это не флажлеты, и не ноты, и что-то такое иногда без четких звуковозвлечения тоже было без четких звуковысотности получалось. Конечно, разнообразный глиссандр. Глиссандр у нас бывает, как бы сказать, от ноты к ноты, это тоже не новый, как бы сказать, прием, но он получил какие-то новые краски. В зависимости от цели, которые ставят в себе композиторы, мы получаем какие-то новые задачи. Глиссандр здесь бывает такой, который мы, допустим, вот мы видим глиссандр от одной ноты к другой, и мы фиксируем при этом нижнюю ноту, и фиксируем при этом верхнюю ноту. Бывает, глиссандра от нижней ноты никуда, вот куда я доехал, туда я от нижней ноты не доехал, без фиксации. Бывает, глиссандра без фиксации наоборот нижнего звука, но зато приходящей к какой-то ноте. Бывает, глиссандра очень, так сказать, такое большое распространение, что у кого получили глиссандры, который получится высокий звук обозначается такой стрелочек интересно интересное сочетание бывают таких хаотичных глиссант так это который выписывается по по линии композиторе какую-то линию сочетание например глиссанда с плажолетами тоже очень интересная вот у них сердечко аспарова примерно изображает ветер там хаотичный глиссандр лимитации как будто ска такого духового как будто приема конечно глиссанда спицциката это то что связано теперь что еще как бы важно важно большое и как бы очень такое повсеместное использование флажолетов на струнных инструментах флажолетов как натуральных которые идут от пустой струны на половину четверть и так далее которые есть все вот так если струну пополам вот у нас у меня первый как будто дальше все наверх идет и то же самое здесь они труднее извлекаются чем как бы сказать наверху но в игре флажолетной техники я думал что как бы равных контрабасистов тут нет потому что у них больше возможностей играть флажолетами почему чем длиннее страна тем это удобно есть еще вот такие так сказать флажолеты распространенные на струнных инструментах это искусственные флажолеты их существует несколько типов когда мы искусственно сжимаем порожек а меняем вместо этого порожка на прижать все струны и как бы вместо пустой страны у нас используется нижний как бы палец и от него соответственно тоже получается в основном как бы самую потребимую нас квартовые на скрипке на виолончели тоже потребляться квинтовые но в основном верхних регистрах тоже в нижних у нас это очень далеко в основном квартовые почему квартовые самое удобное для нас потому что кварт на строенных инструментах это расстояние которое в позиции занимает октава ну вот у нас между там ставкой на виолончели третьим пальцем на скрипачей между первым и четвертым это для самое такое удобное состояние которому эффективно можем держать поэтому самое употребимое расстояние это не расстояние от лажелета это квартовый флажолет из искусственных но квинтовые тоже достаточно широко распространяются большие тырцовые реже но существует реально все все те которые как бы существуют натурально да можно то же самое издать мы ограничены только размерами наши руки да потому что там больше чем клиентов винта в нижних позициях тоже на виолончели трудно дотянуть даже я уже не берут а там допустим это здесь еще важно это тоже просто предел до движения поэтому она контрабасе тем более тускай там и например квартовые тоже трудно что у нас флажолетной техники еще такого интересного значит конечно тоже вот глиссанта то что я вам показала а вот хаотичный глиссанта существует еще глиссанта которая появилась очень интересный способ глиссанта искусственным флажолетом который появился в голосе кита у крам который имитирует крик чайки и связано с тем что у нас расстояние между кнопками да когда мы чем выше играем тем они как сказать больше сужаются то есть нотки становится ближе от другой и если мы играем просто обыкновенная глиссанта вот я вам сохраняю кварту как бы я еду и сохраняю вот здесь кварту кварту между звуками между пальцами я сохраняю кварту и соответственно вы слышите равномерный глиссанта что как бы сказать он придумал крам если не изменять расстояние между пальцами и ехать на глиссандр получается такая повторяющаяся фигура да ты можно если побыстрее поехать больше на вот это такой интересный очень эффект для него не существует до сих пор никакого стоящегося обозначения просто как правило подписывать присут глиссанта искусственным флажолетом и подписывает глиссандр без изменения позиции да между пальцами еще что значит флажолетами конечно флажолеты может сочетать со всеми остальными видами значит как бы способами в общем звукоизвлечения пожалуй кроме одного хотя современные авторы иногда пытаются флажолеты очень трудно и плохо сочетается с игрой с ультаста потому что поскольку это верхняя обертона от нот то когда ты берешь смычок ниже вот я вам просто вот я держу вот если я вам сыграю на грифе видите ничего не происходит по звуку не звучит что-то на уже или не это но вот так еще пука с ультаста можно сыграть дальше уже никак все вот как бы они хорошо звучат когда они соль потечала и ординарио вот с ультаста они плохо сочетаются флажолетной техники еще такой появился новый момент это как тремоло например между флажолетной техникой и и ноты но она как бы сказать возможно закрытые ноты например возможно и между пустой струной и натуральным флажолетом тремоло между натуральным флажолетом и ноты но не очень быстро получается получается двойные флажолеты всякие разнообразные когда можно например взять один квартовый другой большой перцовый вот такие вот как бы сказать вещи флажолеты которые играются пиццикатом с натуральным флажолетом и тут в основном со всеми все очень просто да они звучат ярко вот с искусственным немножко хуже вот они хорошо звучат если играть это повыше конечно они сочетаются также искусственным флажолеты хорошо сочетаются вот то что касается флажолетной техники шумовые приемы конечно которых много как бы таких и не звуковысотных да их много и чем чем больше инструмент тем больше поля деятельности для как бы сказать авторов исполнителей и композиторов шумовой прием такой который беззвучный и имитируют дыхание воздуха и в основном употребляется с прижатыми струнами эта игра непосредственно на подставке иногда мы немножко так по диагонали видно не видно не видно почему мы основном употребляем с прижатыми струнами потому что очень сложно если немножко как бы сказать чуть задел то будет возникать звук ненужный иногда это нужно приемы таки которые имеют звуковысотность но не определенную высотность потому что индивидуально для каждого инструмента так игра за подставкой как я уже говорил обица прописка то же самое происходит вот какие ноты будут издаваться это неизвестно то же самое с игрой на подгрифники какие-то подгрифники звучат какие-то не звучат подгрифник это детальный инструмент какие-то подгрифники звучат какие-то нет зависит от материала с которым он сделан потому что они бывают как деревянные как металлические так и пластиковый карбон в данном случае у меня карбон он вообще как-то звучал сейчас не очень вот я скачал ведь и низкий если я попробовал здесь более высокий видите вот но попасть так как искать точно можно приблизить сказать что здесь будет ниже здесь будет выше какой-то может и не раскачаться в деревянные звучат через один не говоря о металлических что-то звучит в принципе на шпиле тоже зависит от того чего из чего шпиль сделан шпиль этого тут сейчас это не будет звучать тоже я не упираюсь конечно часто шумовые такие эффекты как бы сказать шума но тоже очень тихие приемы все когда как бы это работаешь с микрофоном это все звучит когда ты работаешь в зале не всегда зависит от акустики зал игра по корпусу в разных местах можно можно постучать можно рикошет можно постучать по подставке такой интересный очень прием тоже который использует на самом деле многих позиторы но и лохиман в том числе вот как бы вот когда ты играешь сначала по корпусу инструмента потом ты играешь по по струнам а потом обратно уходишь вот конечно естественно можно постучать еще не только смычком можно постучать ладонью так как то вот вот какие-то такие вот основу приема то что касается шумовых бывают еще такие так сказать прием которые у нас такой тоже немножко ударный когда ты по полу прижатым струнам дальше тоже получается такое знаю можно и сучку можно и рукой иногда вот конечно можно еще выдавать звуки на колках ну вот у меня например этим смычком он никогда не звучит вот видите он начинает свистеть на скрипчике потоньше но веолочей немножко вот можно еще как бы сказать поиграть вот здесь здесь получается очень высокие звуки вот единственное что надо как бы сказать всегда учитывать что если ты что-то быстро и виртуозно играл здесь то быстро сыграть здесь и сюда обратно вернуться это как бы сказать нет таких возможностей что еще как бы сказать из вот не шумовых техник о чем я не сказала это момент скрадатуры то есть перестройки инструмента когда-либо не хватает композитору скажем так регистра инструмента то есть ему нужен более низкий ноты допустим чем наша до большой октавы тут как бы можно где-то в пределах наверное терции максимум наверное партой опустить вниз потому что дальше струна уже опускают в принципе на октаву есть такие как бы прецеденты но струна при очень большой скрадатуре больше квинты она теряет свою упругость и теряются места собственно я даже прижать и ну то есть от любого прижать и струны как на более таких ранних инструментах народных звук повышается или понижается и это уже так там не будет такой как бы предметной звуковысотности вот либо это делается часто авторами для того чтобы имитируют звучание старинных инструментов в частности у композитора шпаллингера вот скрипка и даланчей спускаются там на квинту вниз с лишним немножко другой аккорд еще и имитируется звучание старинных инструментов вот вот как то вот такие вот и что еще как бы сказать можно сделать конечно существуют препарации разнообразные во-первых существуют разные сурдины вот я вам то что я вам не показал существует как бы сказать сурдина вот это у меня стуртов стуртовская это которая мягкая сурдины резиновая пластиковая да вот она замечает звучание вот и без нее играет на хор то язву да и вот я сейчас появляется такой темп существует металлическая сурдины это вообще сурдины сурдины которые употреблялись раньше просто для домашних занятий чтобы не было было меньше слышно не было электронных инструментов и когда соседи сильно стучат по тумбам то обычно надевают такие металлические сурдины есть еще промежуточная как бы вариант который мы вообще особенно обычно употребляем как в классической музыке деревянная сурдина звучащая более тембристая вот это металлическая сурдина очень большая на самом деле очень сильно зависит вообще у любой сурдины из чего она сделана да то есть буквально вот позавчера я там поменялась ученицы вот этой сурдинкой для того чтобы вчера сыграть комитет шестаковича в малом зале потому что моя такая же купленная в магазине просто не давала звука вообще потому что зависит от жесткости материала из которого она сделана и то же самое соответственно деревянная поэтому когда как бы исполнителям нужен какой-то определенный тембр мы на самом деле так кочевряжемся очень долго эту сурдину выбираем особенно это касается деревянной сурдины из деревянной сурдины вот тоже интересно употреблению улахинмана он просит на ней играть смычком получается более более такой более звонкий прием звучный чем если ты бы бывал здесь здесь получается тише если ты видишь по по деревянной сурдини на более объемный шум более ну да потому что подставка как бы удлиняется получается что вот это три операции она больше еще немножко струны тоже задействована такой более слышный шум да вот другой вопрос деревянную сурдину тоже надо иметь время одеть больше времени чем на такую пластику поэтому как бы сказать все исполнители уже ансамблевые от кистровы давно обленились никто такие не девай то что это очень долго еще более того на эти сейчас вот это вот что еще может быть возможно конечно какие как бы сказать самые разнообразные препарации на инструментах но вот из таких достаточно типичных скрепки на струнах большой набор всяких разных скрепок скрепки вещь очень капризная потому что хорошие тембристые инструменты очень любят ими плеваться фабричные почему-то вот это такая тоже такой небольшой секрет для нас для исполнителей но вот тест скрепки которые вот как бы сказать хорошие инструмента них выклевываю это уже высотная снижение 10 гража по за скрепку если я подену сюда немножко другую скрепку будет немножко другой поэтому это каждый раз индивидуально подбирается конечно на мягче его мутки и звук сразу тоже как бы сказать становится мягче сейчас получается более мягкий на верхней стороне на лучше даст эффект бывают момент когда струны моделируются карандашом делается вот так тоже видите здесь уже ничего не происходит вот иногда так делают для того чтобы они не мешали вот иногда его глиссандию вот иногда его глиссандию это глиссандо да конечно бывает игра там с плектором у меня куда-то плектор делся я вот вместе с ним попробую сейчас использовать вот такие вот вещи бывают удары движения да если он будет металлический будет лучше звучать я вот эту сходность пацикатов ли виду недоделанная гавайской гитары ну и всякие однообразные например таскать вот Александр Хубееву ночью любит препарировать у меня к сожалению нет сейчас с собой и потом я просто немножко жалко на этом инструменте Он очень любит препарировать инструмент пенопласта, то есть под каждую струну накладывают пенопласта, это, как бы сказать, еще более дает такой вот, по сравнению со скрепкой, струна укорачивается, получается значительно более такой высокий и такой зудящий тембр. Ну, звуковысотность при этом меняется, но так достаточно, как бы сказать, относительно тоже и приблизительно. Спасибо большое за внимание.